МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Уроки по поэме Пушкина «Цыганы» проведу с вами я, учитель русского языка и литературы Кишиневского технологического лицея ОРТ имени Герцля. Что мы будем сегодня делать? Проанализируем поэму «Цыганы» и вывем черты романтизма в ней. Рассмотрим на примерах поэмы «Цыганы» лексические средства выразительности. Эпиграфы. «Цыганы» оставили далеко за собой все написанное им, Пушкиным, прежде, обнаружив в поэте великие силы. Виссарион Григорьевич Белинский. И вторые слова принадлежат французскому писателю-романтику Просперу Мериме, автору известной новеллы «Кармен». Он говорил так. «Я не знаю произведения более сжатого. Из этой поэмы нельзя выкинуть ни одного стиха и ни одного слова. В ней все дышит совершенной простотой и естественностью». В сентябре 1820 года, ровно 200 лет назад, Пушкин прибыл в Кишинев. Внешний облик поэта периода «Южной ссылки» мы можем представить по одному из лучших его автопортретов. Тонкое вдохновенное лицо, отброшенное назад небрежно рассыпавшееся длинной кудри. Таким ощущал себя Пушкин романтик, автор южных поэм, узника, черной шали. Теперь он просто калежский секретарь, причисленный сверхштатно переводчиком к новому наместнику Бессарабской области, генерал-лейтенанту Ивану Никитичу Инзову. Инзов ему покровительствует, чувствует некоторое отцовство по отношению к молодому человеку, который озорничает, ведет разгульную жизнь. Поэт одно время даже живет в доме у Инзова, то есть становится домашним человеком генерала. Ласково называет его Инзушка и с удовольствием слушает рассказы своего покровителя. А иногда и ссорится, потому что характер юноша еще неустойчив, он еще не соблюдает многих общественных правил. Два года назад, в 1818-м, император Александр I прибыл в Кишинев, и здесь в его присутствии был зачитан указ о создании новой Бессарабской области, столицей которой официально стал Кишинев. Городок маленький, провинциальный, кривые грязные улочки на семи холмах, несколько каменных церквей, добоярских домов, 11 тысяч жителей. Правда, тут были новый метрополия, госпиталь, острог. В доме Тудора Крупенского большая театральная зала, где идут спектакли. У других бояр шумные вечера с игрой в карты, балами, досытыми обедами. Сегодня некоторые жители Молдовы, вырывая из контекста жизни поэта в Кишиневе строки «Проклятый город Кишинев», недоумевают и обижаются. Но, ребята, не стоит забывать, что Пушкину всего 21 год. Он оторван от привычной среды, друзей. Кишинев того времени все-таки провинциальное захолустье, где у него нет собеседников, нет близких людей. В Кишиневе Пушкин живет среди местного чиновничества. О чем говорят они? О пасхальной прибавке к жалованию, о повышении в чинах, о кулинарных рецептах, о воинской службе. И, конечно, Пушкину это не по душе. Он рвется в Москву, в Петербург, готов отдать все, чтобы вернуться в привычную обстановку. Друзья хлопочут о нем, но безуспешно. Начальство непреклонно. Он должен отбыть свой срок в Кишиневе, хотя и неизвестно, какой именно срок. В то время он увлекался бароном, поэтому учит английский язык. Правда, не только его, но и молдавский, что тоже очень характерно, потому что Пушкину нужна свобода общения с местными жителями. На репродукции вы видите Пушкина вместе с классиком молдавской литературы Константином Стамати, одним из первых переводчиков Пушкина на молдавский язык. Бессарабский поэт Александр Хэшдеу, который с братом учился в пансионе при Кишиневской духовной семинаре во времена пребывания Пушкина в Кишиневе, хорошо знал стихи поэта и многое писал под его влиянием. В его молдаванке он говорил, «У нас гостил поэт великий, где все ему счастливо шло, хоть край наш, говорят, и дикий. Мы лавр нашли его чело, украсили дев наших лики». Примечательно. Вместе с тем, именно в Кишиневе Пушкина настигает всероссийская слава. Пушкин не осознает себя в качестве гения, но ведь когда-то он сам говорил, что без шума никто не выходит из толпы. Именно в Кишиневе поэт и выходит из толпы. Ему понятен интерес публики к Руслану и Людмиле. Он сочиняет то, что сам называет южными поэмами «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» и «Братья-разбойники». Все это должно укрепить его славу. Поэму «Цыганы» в 1824 году, законченную в Михайловском, Пушкина шел в Бессарабии, начал в зимней Одессе, а окончил уже в осеннем Михайловском. В Бессарабии Пушкин, по легенде, несколько дней странствовал с цыганским табором. Об этом упоминается в эпилоге поэмы и еще раз в позднем одноименном стихотворении. «Здравствуй, счастливое племя, узнаю твои костры, я бы сам в иное время провождал сии шатры». Обратите внимание, пишут цыганов, а не цыган, потому что именно такова правильная форма родительного падежа множественного числа цыганы. В беловом автографе поэма была сначала заглавлена цыгане, но затем конечное «е» было изменено на «ы». Что же касается родительного падежа, то здесь Пушкин постоянно и без колебаний писал цыганов, а не цыган. О чем эта книга? Действия цыган происходят в Бессарабе. Молодой герой Олега бежит из города, вероятно, совершив какое-то преступление и оказывается в кочующем цыганском таборе. Он становится мужем молодой цыганки Зимфиры, которая вскоре изменяет ему. Олега не выдерживает испытания цыганской свободы, убивает неверную жену и ее любовника, после чего его изгоняют из табора. «Цыган» – это поэма о самой природе человека и его судьбе, о том, возможно ли счастье на земле. Эта поэма не только об Олега, но и об индивиде как таковом. Сможет ли он спокойно и беззаботно жить в прекрасном мире? Или же живущие в нем страсти способны разрушить любую идиллию? Это также поэма о любви и ее законах. Именно любовь, что вообще свойственно русской литературе XIX века, станет ключевым фактором, определяющим судьбу и состоятельность героя, где располагаются границы свободы и в состоянии ли человек ею воспользоваться. Эта поэма также о понятиях варварского и цивилизованного. Пушкин вслед за Жан-Жаком Руссо оспаривает тезис о благотворности прогресса, противопоставляя неволе душных городов в простой, свободный и счастливый мир природного человека. Можно ли назвать цыган романтическим произведением? Цыган естественным образом примыкает к циклу южных романтических поэм. Я о них говорила чуть выше. Герой поэмы – одиногий беглец и изгнанник с демоническими чертами. Предмет описания – его жизнь среди экзотического восточного народа. Отрывочность поэмы, ее недоговоренность и множество лирических диалогов, сближающих ее с лирической драмой – все это сразу напомнило читателям романтические поэмы Лорда Байрона, в первую очередь поэмы Геур. Вспомним, что такое романтизм. Явление европейской культуры XVIII-XIX веков характеризуется противоречием между естественной и близкой к природе жизнью свободного человека и существованием людей, ограниченных рамками цивилизации, утверждением свободной духовно-творческой жизни личности, изображением сильных, зачастую бунтарских страстей и характеров одухотворенной и целительной природой. Давайте попробуем найти черты романтизма в поэме. Итак, романтический пейзаж. Спокойно все, луна сияет, одна с небесной вышины, и тихий табор озаряет. Или все тихо, ночь, луной украшен лазурный юго-небосклон. Взгляни, под отдаленным сводом гуляет вольная луна, на всю природу мимоходом равно сиянье льет она. Заглянет в облако любое, его так пышно озарит, и вот уж перешла в другое, и то недолго посетит. Кто место в небе ей укажет, примолвя, там остановись. Кто сердцу юной девы скажет, люби одно, не изменись. Спокойно все, поля молчат, темно, луна зашла в туманы, чуть брежет звезд неверный свет, чуть по росе приметный след ведет за дальние курганы, нетерпеливо он идет, куда зловещий след ведет. Вторая черта, интерес к экзотическому миру. Действие романтической поэмы развертывается чаще всего не в той среде, какой принадлежит герой по рождению и воспитанию, а в особой, исключительной обстановке, на фоне величественной природы, среди полудиких народов, незатронутых цивилизаций. И это еще больше подчеркивает необычность героя, исключительность его личности. Цыганы шумной толпой по Бессарабии кочуют, они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют. Или и с шумом высыпал народ, шатры разобраны, телеги готовы двинуться в поход. Все вместе тронулось, и вот толпа болит в пустых равнинах. Крик, шум, цыганские припевы, медведя рев, его цепей, нетерпеливое обрецание, лохмотьев ярких пестрота, детей и старцев нагота, собак и лай, и завывания, волынки говор, скрыб телег. Все скудно, дико, все не стройно, но все так живо, неспокойно, так чуждо мертвых наших нек. Мотив свободы, воли, как вольность веселых ночлег и мирный сон под небесами. Его молоденькая дочь пошла гулять в пустынном поле, она привыкла к резвой воле. Любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею своей, главы пред идолами клонят и просят денег до цепей. Не скучно, сердце воли просит. Здесь люди вольны, небо ясно, телеги мирные цыганов, смиренной вольности детей. Исключительные герои. Вслед за Байроном, Пушкин избирает героями своих произведений людей необыкновенных. Это личности гордые, сильные, отмеченные печатью духовного превосходства над окружающими и находящиеся в разладе с обществом. Отец мой, дева говорит, веду я гостя, за курганом, его в пустыне я нашла и в табор на ночь зазвала. Он хочет быть, как мы, цыганом. Его преследует закон, но я ему подругой буду. Его зовут Олега, он готов идти за мной повсюду. И еще, с ним чернаука и земфира, теперь он вольный житель мира, и солнце весело над ним, полуденной красою блещет. Что ж сердце юноши трепещет, какой заботой он томим. Его порой волшебной славы манила дальняя звезда, нежда на роскошь и забавы к нему являлись иногда. Над одинокой головою и гром нередко грохотал, но он беспечно под грозою и ведра ясное дремал. И жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой, но, Боже, как играли страсти его послушную душой. О чем жалеть, когда б ты знала, когда б ты воображала неволю душных городов. Там люди в кучах за оградой не дышат утренней прохладой, невешним запахом лугов. Мотивы бегства, изгнанничества. Подобно птичке беззаботной и он, изгнанник перелетный, гнезда надежного не знал и ни к чему не привыкал. Ему везде была дорога, везде была ночлега сень. Не изменись, мой нежный друг, а я, одно мое желание с тобой делить любовь, досуг и добровольное изгнание. Что бросил я? Измен волнения, предрассуждение приговор, толпы безумное гонение или блистательный позор. Противопоставление друг другу патриархального, естественного уклада и мира цивилизации. Они представляют воплощение свободы и рабства, ярких искренних чувств и мертвых нег, неприхотливой бедности и праздной роскоши. Ты любишь нас, хоть и рожден среди богатого народа, но не всегда мила свобода тому, кто к неге приучен. Что шум веселей городских, где нет любви, там нет веселей, а девы, как ты лучше их и без нарядов дорогих, без жемчугов и ожерелей. Оставь нас, гордый человек, мы дикие, нет у нас законов, мы не терзаем, не казним, не нужно крови нам и стонов, но жить с убийцей не хотим. Срастная любовь и убийство. Для героя романтика потеря возлюбленной равнозначно крушению мира. Герои поэмы так говорят о любви. Старик, кто сердцу юной девы скажет, люби одно, не изменись. Олега, как она любила, как нежно преклонясь ко мне, она в пустынной тишине часы ночные проводила. Да как же ты не поспешил, то час во след неблагодарной и хищникам, и ей коварной кинжала в сердце не вонзил. Олега, я не таков. Нет, я не спорю, от прав моих не откажусь. Или хоть мщением насложусь, тоже Олега. Из имфира, умру, любя. Роковая игра не подвластных разуму стихийных сил. И скоро все вдали степной сокрылась. Лишь одна телега, убогим, крытая ковром, стояла в поле роковом. Но счастья нет и между вами, природы, бедные сыны. И под издранными шатрами живут мучительные сны. И ваши сени кочевые в пустынях не спаслись от бед. И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. В различных и непохожих страстях Земфира и Олега Пушкин видят общее. Над ними возвышается нечто сверхличное, рок, общество. Роковая фатальная предопределенность страстей выдвинута в качестве причины трагедии. Источник кровавой драмы лежит вне личности, но действует через нее. На первый план выступила историческая обреченность героев, а не их личная вина. Изгнание Олега из стабора становится отправной точкой за рождение реализма в литературе. Почему? Потому что никогда еще романтическая фигура не была разочарована и выгнана из свободного мира. Пушкин доказывает, что по-настоящему свободного человека нет и не может быть. Поэтому романтический идеал невозможен. Таким образом, хотя цыганы принадлежат к циклу романтических южных поэм и даже представляют из себя завершающую и самую зрелую поэму, на этом романтическая тема оказывалась исчерпана. Григорий Гуковский, литературовед, в работе «Пушкин и русские романтики» справедливо отметил, в Михайловском завершился пушкинский романтизм и был создан русский реализм. От романтической субъективности к реалистической объективности таков путь Пушкина в создании этого произведения. Ребята, теперь я хочу на примерах поэмы Пушкина «Цыганы» рассмотреть вместе с вами лексические средства выразительности. Что это такое? Вспоминаем. Самые распространенные это тропы, слова и выражения, используемые в переносном значении. В произведении много метафор. Метафора – это слово или выражение в переносном значении, основанное на сходстве предметов. Например, неволя душных городов, ложа неги, ночлег осень, с тобой делить любовь, досуг, оковы просвещения и так далее. Развернутая метафора – изображение цельной картины с помощью слов в переносном значении. Все тихо, ночь, луной украшен лазурный юго-небосклон. Или взгляни под отдаленным сводом гуляет вольная луна, на всю природу мимоходом, равно сиянье льет она. Олицетворение – это разновидность метафоры. При описании животных или неодушевленных предметов они наделяются человеческими чувствами, мыслями и речью. Например, волынки говор, его порой волшебной славы манила дальняя звезда, как играли страсти его послушные душой. Эпитет – образное, красочное определение, выражается именами прилагательными, причастиями, наречиями. Например, резвой воли, убогий ужин, черноукая земфира, судьбы коварной и слепой, остывающая кровь, обесславленная могила. Сравнение – образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов, понятий или состояний, обладающих общим признаком, может быть построено с помощью сравнительных союзов, как, точно, словно и других, или формы творительного падежа. Например, «Как вольность веселых ночлег, он хочет быть, как мы, цыганом, но все так чуждо в этой жизни праздной, как песни рабов однообразной, Олега волен, как они, и долго ею, как солнцем любовался я». Дома постарайтесь найти самостоятельно черты романтизма в поэме «Цыган». Используя материалы урока и текст произведения, составьте цитатную характеристику главного героя Олега и выпишите из поэмы свои примеры, разобранных на уроке лексических средств выразительности. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин